Добро пожаловать! Присаживайтесь! Спасибо, Саша! Рады вас приветствовать на семинаре. Поприветствуйте друг друга. Улыбнитесь друг другу. Мы рады вас видеть здесь с нами оффлайне. Мы также рады приветствовать тех, кто смотрит нас сейчас, трансляцию. Может быть, нам кажется, что вот нас сколько здесь есть, но на самом деле нас намного больше, потому что с нами прямо сейчас в онлайне также собрались команды из разных церквей, из городов. И вместе с нами сегодня мы будем вместе все одной большой командой учиться, получать Божье Слово от Бога. И я верю, что это будет менять и нас, и менять наше служение. Поэтому добро пожаловать всем. И у нас есть определенное расписание. Мы по нему будем идти. Вот. И у нас сегодня четыре темы. И начнем мы с первой. И хотелось бы поговорить. У нас будет между четырьмя четыре семинара. Будет перерыв. Но между ними, между этим у нас мы будем полностью погружаться, практиковать, тренироваться. И поэтому хочу вас вдохновить. Я знаю, что вы все здесь, либо вы связаны с детьми, либо вы хотите служить детям. Будьте активными. Будьте сегодня как дети. Подключайтесь во все, что будет происходить. Не стесняйтесь. Надо будет прыгать. Надо будет кататься. Катайтесь. Надо будет кричать, танцевать. Все делайте. И также вы, кто нас смотрите, тоже присоединяйтесь. Тем более вас никто не видит. Поэтому вы можете активно. И начнем. Первая тема и первый семинар, о чем хочется поделиться, и, наверное, главное, с чего начать, это глубина в детском служении. И именно Божья глубина. Почему мы взяли эту тему? В этом году мы командой, нашим служением, мы взяли фокус на этот год, чтобы идти в глубину с детьми, именно в глубину, Божью глубину в служении детям. Мы считаем, что мы достаточно хорошее служение, у нас много опыта, мы достаточно пишем интересную программу. Но это все не имеет значения, если в этом нет глубины, если в этом нет Бога, если Он не ведет каждую часть. И поэтому мы взяли фокус, чтобы расти самим в этом и вести детей туда. И первое, с чего хочу начать, это с миссии. С нашей миссии, с видения нашего служения, что есть в нашем сердце, чем мы двигаемся и на чем построено. И наша миссия, она звучит так, что помочь каждому ребенку встретиться с Иисусом Христом. Каждому помочь встретиться с Иисусом Христом. Но согласитесь, очень сложно помочь встретиться с тем, кого ты либо знаешь плохо, либо кого ты знаешь недостаточно хорошо, либо вообще не знаешь. Сложно пройти этот путь вместе с детьми, если ты сам не прошел этот путь. Поэтому сегодня все, что я буду говорить, это буду говорить о наших личных взаимоотношениях, наших личных отношениях, нашей глубине с Богом. Потому что можно сказать много классных методов, как это, как привести туда ребенка, но это ничего не будет работать. И в принципе это не придет ниоткуда, как только из отношений с Богом. И часто иногда, может быть, нам кажется, что дети, они пока еще маленькие, они, может быть, не имеют достаточно такой глубины с Богом отношений, как мы, потому что мы взрослые, мы по-другому мыслим, мы уже задаем вопросы Богу. Но я могу сказать вам, что дети, это наоборот, намного глубже, глубже, глубже общаются с Богом, чем мы с вами. И нам нужны отношения с живым Богом. Нам нужны отношения с Богом, через которые дети будут видеть этого Бога. Потому что можно классно показать историю. Я бы даже так сказала, что детское служение, это служение, которое не должно быть о Боге, а которое должно вести к Богу. Все, что мы делаем, это не должно окончиться и закончиться, остановиться на том, что мы рассказали о нем, или мы вокруг него ходили. Это должно все, что мы делаем, оно должно вести к самому Богу. К его личности, к его живому. Детям не нужна религия. Им не нужны просто истории про Бога. Им не нужны классные истории про чудеса, которые творил Иисус. Да, конечно, безусловно, это тоже важно, это тоже часть. Но им нужно видеть живого Бога в их жизнях. И как они это могут увидеть? В первую очередь, конечно, они видят в своей семье, через своих родителей. Но мы также с вами часть этой семьи. Мы вместе, как одна команда с родителями, мы ведем этот путь. Я сказала, что исходя из нашей миссии, мы помогаем каждый день детям встретиться с Христом. Мы каждый день, не каждый день, а каждый раз, когда они приходят к нам, мы показываем этот путь. Мы показываем живого Бога. А какие наши личные отношения с Ним? Насколько мы Его любим? Насколько мы глубоко с Ним общаемся? Насколько мы видим Его реальным в нашей жизни, что Он что-то делает для нас? Насколько мы Его понимаем, Его характер? Все это мы показываем детям просто через наши поступки, слова и наше общение с Ними. И любая классная история об Иисусе, она не должна заменить самого Иисуса. Она не должна заменить близости с Ним. Любая история – это, наоборот, то, что должно вести к Иисусу. Но никогда то, что мы делаем, классно не должно заменить Его самого, Его личности. И хочу обратить ваше внимание на два стиха из Библии. Первое – это в Ратерозаконии, 4 глава, 29 стих. Здесь сказано, «Если станете искать Господа, Бога вашего, только тогда сможете найти Его, если вы желаете того всем сердцем своим и всею душою своею. Только тогда мы сможем найти Его, если вы желаем, не просто будем желать, а вы желаем, это больше, чем желаем, всем сердцем и всею душою своею». И в 1 Паралипоминон, 16 главе, в 11 стихе написано, «Ищите Господа и силы Его, стремитесь быть в присутствии Его постоянно». «Постоянно». «Постоянно». «Постоянно» – это вот «постоянно». Ни секунды, ни минуты. Нет момента, когда мы не ищем Его. И знаете, только вот через это постоянство можно прийти к глубине с Богом. И когда мы приходим служить детям, насколько мы понимаем, что мы те, кто помогает встретиться с Христом. Задаем ли мы себе этот вопрос, а вот я сейчас встречаю детей, я просто встречаю ребенка, я помогаю ему встретиться с Христом, он видит во мне Христа. Я сейчас каким-то словом, своим действием, своим отношением к Нему, своим взглядом, я показываю Ему Христа. Нам каждый раз нужно останавливаться. На самом деле, у нас всего лишь есть 2-2,5 часа, когда мы можем послужить детям, когда мы можем показать немного этот путь ко Христу. Но он должен быть настолько сфокусированный, настолько живым, понятным, не религиозным, не каким-то просто остаться в историях, а живого Бога. Конечно, при этом мы, у нас есть дедлайн, у нас есть чек-листы, у нас есть подготовка, у нас есть заранее запланированная программа, но это все не мешает действовать Богу. Поверьте, что Бог, Ему достаточная личность, которая даже в определенных временных рамках, дедлайне, в каком-то чек-листе порядке, Он может действовать. И не нужно ограничивать и думать, что если мы даем, там у нас есть 5 минут или 10 минут на молитву, что Бог не успеет за это время ничего сделать. Или то, что я сейчас скажу одно слово ребенку, через то, что хочет Бог, Бог что-то не сделает через это. Все важно, все, что мы делаем, каждая наша деталь служения, все это важно. Но в первую очередь, самая важная деталь, это мы с вами те, через кого дети видят Бога. И я хотела бы привести такой пример. Скиния. Может быть, вы об этом слышали. Скиния Господня, да, как она была построена. Она состояла из трех частей. Это первое, это был двор. Он состоял, там был жертвенник. И если вообще хоть раз вы, например, ощущали запах, когда, например, горело мясо или что-то подгорало, то это достаточно неприятный запах. И этот двор, он, в принципе, был очень шумный. Туда могли зайти разные люди, которые приносили жертву. Там были, представьте, они несли с собой кучу животных, которые тоже издавали звуки. Все это было шумно, ярко. Если это представить на наше детское служение, когда вы заходите в детское служение, это всегда очень приятно пахнет. Это всегда шумно. Приятный шум такой. Который, да, прям ласкает уши. Это всегда громко. Это всегда иногда пахнет непонятно чем. Это всегда какие-то просто, кажется, что-то здесь происходит ужасное, нужно бежать просто. Но это лишь внешний двор. И без него невозможно зайти дальше. А дальше, да, дальше в Скинии, это было святилище. И там уже заходили туда не все. И знаете, как для наше святилище, для наших детей, когда мы служим в служении, это то, через что мы показываем, мы рассказываем проповедь. Это наш интересный кукольный театр. Это прославление, как там мы делаем ярко. Это разные слайды, это разные инструменты, через которые мы рассказываем о Боге. Но есть еще дальше, еще глубже. И глубже — это святое святых. Если вы знаете, что туда вообще могли зайти избранные, и там они встречались, разговаривали с Богом. И мы, как служение, мы должны идти в святое святых. Но при этом мы не можем просто попасть в святое святых сразу, минуя двор, минуя святилище. Это все и есть скиния. Мы все вместе проходим с детьми. И это все вместе составляющая нашего богослужения. Но при этом самое главное, куда мы идем, — это святое святых. Мы ведем детей к сердцу Бога. Но для того, чтобы прийти к сердцу Бога, нужно самому знать этот путь. И идеи, как вести туда детей в глубину, они придут из отношений с Богом. Я, конечно, об этом позже поговорю, например, как можно провести молитву. Но это мой личный опыт. Это мои личные отношения с Богом. Откуда это пришло? Откуда я вот Дух Святой мне подсказал и сказал провести так эту молитву. Но ваши отношения с Богом — это ваши отношения с Богом. И ваши какие-то вещи, они придут из личных ваших отношений. Вы будете понимать, что сейчас сказать ребенку, как провести молитву. Поставить их на колени или сказать в тишине помолиться. Сказать такое слово доброе или обнять ребенка. Это будет Дух Святой подсказывать. И я хочу более пройти в какой-то практической части. Но опять же говорю, что это лишь мой опыт. И это мои какие-то вещи, которые просто я для себя взяла из того, из моих личных отношений с Богом. И первое, что мы должны делать, это строить личные отношения с Иисусом Христом. И как мы уже читали местописание, постоянно. Постоянно. Это не детское служение строит отношения с Богом, как командный. Конечно, мы тоже вместе за что-то молимся. Но это лично я строю постоянно отношения с Иисусом Христом. Строить отношения с Духом Святым. Постоянно. Потому что, помните, когда Иисус уходил, Он сказал, я ухожу, а остается тот, кто сильнее. Он оставил того, кто... И мне понравилось как-то... Владимир, наш служитель, он будет еще сегодня. Он ездил на миссию, и он такой рассказал, который мне всегда запомнилось, что он проводил служение и там придумывал разные игры, там что-то еще, и его попросили одно провести. В итоге он провел каждую часть собрания. И когда служители собрались, они спросили, откуда вы берете эти идеи? А вот эта игра, вот эта, вот эта. И он сказал оттуда, что Дух Святой, Он дает эти идеи. И поверьте, Дух Святой самый креативный, он самый классный, кто... Вот у него вся копилка игр, идей, поэтому мы строим отношения с Духом Святым. Молиться за каждое собрание и просить Духа Святого вести. Даже если вы просто встречаете детей, спросите у Духа Святого, а как я могу встретить детей? Обычно, знаете, мы делим детское служение, ход богослужения нашего на важное и неважное. Вот встретить ребенка, ну, встретить, ну что его, привет, заходи. А вот проповедь, вот тут уже глубина, мы уже пойдем, мы уже помолимся. Но от начала и до конца это путь к Иисусу Христу. Нет ничего того, что где-то мы... Вот тут мы показываем Иисусу Христа, а тут нет. Тут просто я. Везде. Что делать дальше? Держать фокус в голове. Помочь ребенку встретиться с Христом. Держать этот фокус в том, что я... Постоянно думать об этом, когда мы готовимся. Я помогаю ребенку встретиться с Христом. А вот я вот это сейчас буду делать. Это помогает ему встретиться с Христом. И поэтому, возвращаясь к тому, что нет никакой части, где бы... Коди собрания, которая была бы неважная. Все важно. Например, когда мы встречаем детей, мы можем говорить слово благословения в его жизнь. Вот он только заходит, а мы уже можем говорить, насколько он красивый, насколько Бог его любит. Просто помолиться за него. Не всегда это значит возложением рук, не сиди елей, сейчас буду молиться. Иногда это просто про себя, но вы молитесь и благословляете, когда этот ребенок заходит. Вы обнимаете его и благословляете. Это то, что... Это и есть отношение, это то, что мы можем уже являть им Христа через это. Пятое, что мы можем делать, когда мы готовимся к собранию, думать и искать идеи. Прямо себе задавать вопрос. А что вот я за это отвечаю? Вот я поделку веду. Что я могу сделать, чтобы глубже дети через это узнали Бога? Что я могу сделать? В каждой части просто к себе задавать этот вопрос. Шестое — это быть гибким в ходе собрания. Если Дух Святой ведет иначе, мимо тайминга, мимо чек-листа, мимо то, что вы запланировали, значит быть послушными ему. Но возвращаясь, и дядя, перепрыгивая к пункту 8, мы учитываем возрастные особенности детей. Например, если вы получаете в молитве, что Дух Святой говорит, что отдельно какую-то провести молитву. Это же не значит, что вы ее сделаете на полчаса. Вот вы так вот решили, что вот мы сейчас будем поклоняться и молиться с дошкольниками. Мы тоже учитываем и понимаем их возраст. Что в молитве им достаточно, может быть, минуту помолиться. Но просто Господь вам даст идею, Дух Святой подскажет, как эту минуту сделать. И не бояться пробовать что-то новое. Мы не сами по себе что-то делаем. Еще раз хочу сказать, что Бог делает через нас. Мы лишь инструменты, мы приходим, мы многое что не умеем, мы многое что не знаем, но мы можем знать Его. Мы можем знать Его сердце. Мы можем понимать Его голос и знать Духа Святого. И тогда наше служение, оно само по себе уже будет другое, оно будет глубже. И хочу просто пройтись по каждой части богослужения. И первое, это мы встречаем детей. Я уже об этом сказала, что мы можем делать. Мы можем молиться за детей отдельно, можем говорить слова благословения, и можем обнимать и опять молиться. Не только просто встречать Его, давать Ему пять, или там строить Ему туннельчик, чтобы Он прополз интересно, это тоже. Но при этом молиться за Него. У нас есть свободное время. Мы еще командой назвали это время от сердца к сердцу. Вначале у нас есть 20-25 минут, когда дети свободно играют, когда дети свободно могут в лабиринте лазить. Но при этом мы можем просто дать им возможность лазить, но также мы можем просто ходить, молиться за ними, можем сесть с ними, играть, разговаривать, спрашивать их, что они чувствуют, что произошло за неделю, как Бог их касался, рассказать им свое свидетельство, просто помолиться, спросить, могу ли я помолиться за Тебя. Может быть, просто сказать, вот, ребят, мы сейчас играем, ну, кстати, я здесь есть, может, кому-то нужна отдельная молитва или кто-то хочет поговорить, я могу. И знаете, я вам скажу, что школьники, может быть, быстрее на это, но дошкольники также на это реагируют. У нас был пастор, который приходил, он сел, и просто мы его объявили и сказали, что вот есть пастор, если кто-то хочет к нему подойти и помолиться, он помолится. Он сидел на коврике возле ширмы, ждал, пока кто-то к нему подходит, и к нему подходили дети, дошкольники, и просили молиться. Поэтому не будьте, ну, не думайте, что что-то для них еще рано. Молитва. Мы у себя в служении, в команде, мы делаем, что мы молимся с вами по группам. И это самое особенное время. Почему мы даже взяли больше времени, у нас было там пять, мы стали десять минут на это делать, чтобы больше поговорить, услышать каждого. И опять же, эту молитву можно провести, просто стандартно спросив их нужды, а можно по-другому. Можно, например, взять какую-то отдельную тему молитвы и сказать, что сегодня я не хочу молиться за нужды. Сегодня Дух Святой мне сказал, что я хочу молиться только за ваши семьи. Я хочу молиться и только за вашего папу. Или молиться только за ваши финансы. Или за что-то еще, что у вас будет внутри. Сказать, мы сегодня оставляем все нужды. Или я хочу сегодня, чтобы мы только благодарили. И просто сказали ему Богу спасибо. И провести молитву так. А можно, например, привлекать детей, говорить, я хочу, чтобы вы помолились, мы все будем молиться за каждого. И вот у нас в это воскресенье, у нас просто так получается, что на втором собрании много служителей в школьниках. И я хочу провести молитву так, что у нас получится, что у каждого будет по четыре ребенка, и мы можем все вместе молиться за каждого. То есть мы все будем молиться, возлагать руки, молиться за отдельного ребенка. Поэтому молитва, это тоже может быть время намного глубже. Мы можем просто спрашивать Духа Святого идея для этого. Поклонение. Быть самим примером и поклоняться. И знаете, могу сказать про себя, про тот же пример, про то воскресенье. У нас было очень Божье прославление. И я настолько сама просто переживала в этом поклонении Бога. Но я смотрю, сзади меня образовалась такая компания пацанов, которые в свою прославлению группы образовали. Группа прославления там уже на лабиринт залазит. И я все время стала отвлекаться, говорить им, чтобы эту дисциплину сохранить. И внутри меня просто пришло, я верю, что это Бог, Он говорит, что оставь это. И просто сейчас сфокусируйся на мне, продолжай поклоняться. Конечно, я не закинула там, знаете, просто. Это не значит, что мы все забываем, мы сами поклоняемся, дети сами по себе. Но держать этот фокус внутри, в нашем сердце, в нашем духе, что мы сейчас все вместе идем к Христу. Да, дисциплина где-то так, да, можно где-то немножко, но не зацикливаясь на этом. Не это главное. Главное то, куда мы идем. Главное тот, кого мы сейчас прославляем. И не думайте никогда, что, например, ну сейчас давайте дальше, что молитва, еще можно сделать молитву, например, за проповедника. Я такое делала. Когда я проповедую, например, у школьников, я могу попросить их, чтобы они вышли кто-то и помолился за меня. Помолился за детей, чтобы они были готовы. И это тоже просто появилось в моем сердце, что они могут за меня молиться. И что это классно, когда они молятся за проповедника, когда они молятся за какую-то часть, подключайте их к каждой молитве. Вот какая есть в вашем богослужении, подключайте их в это, чтобы они проводили сами молитву. И школьники, и дошкольники. Если дошкольники не могут сами что-то сказать, помогайте им молиться. Вы же для этого рядом, вы для этого пример. Проповедь. Все, что мы рассказываем в проповеди, мы должны идти ко Христу. В любой проповеди. Как бы это ни звучало, знаете, как правильный ответ Иисус Христос, но мы должны во всем этом идти ко Христу. И потому что только Его истина, она спасает. И только Его истина, она меняет жизнь. Не просто наши истории, не просто история даже о Нем, если Его самого там нет. Мы должны идти к Нему. И после каждой проповеди я беру время для молитвы. И у нас в команде, мы все, кто проповедует, мы всегда берем это в конце, чтобы помолиться. И это тоже можно сделать по-разному. Можно оставить группу прославления, или включить музыку прославления, сказать, что мы сейчас больше помолимся, чем обычно. Может быть, сказать, что мы все перед Богом на колени. Мы так иногда поклоняемся и садимся на колени с детьми и молимся, и прославляем. Мы можем это делать по-разному. Поэтому вы также можете это использовать. И не думайте, что, например, дети не выдержат там что-то. Они так устали, они уже слушали проповедь, и сейчас еще молитва. Да нет, пойдем играть. Не думайте так о них. Позвольте Духу с Томой. Если Духу с Томой вам подсказывает, что сейчас не надо молиться, значит, сейчас не надо молиться. Но спрашивайте Его всегда. Как это провести? Как закончить проповедь? Какую молитву? Что в конце им сказать? Как ее провести? Может быть, отдельно пройтись и быстро помолиться за каждого? Особенно, когда у нас, например, на молодежке детское служение, там меньше детей. Есть возможность, например, больше помолиться, больше послужить отдельно, больше послушать, больше сказать, больше быть рядом, чем, например, когда она 40 или 30. Викторина. Это игровая часть. Но там очень много возможностей, через что мы можем являть Христа, показывать Христа. Потому что там мы много разговариваем, там и много есть игры, через которые мы применение в жизнь, когда мы там отвечаем на вопросы и задаем вопросы. А ты когда-нибудь разговаривал с Богом? А что ты при этом чувствовал? А что Бог тебе говорил? Спрашивать их, задавать им разные вопросы, которые касаются их личной жизни. Также рассказывать свое. Что вы, как вы слышите Бога? Как Он с вами разговаривает? Не думайте, ой, это сейчас им будет нудно и скучно. Но если, конечно, вы на 10 минут начнете рассказывать, как вы приходите к Богу и Он вам отвечает, да, им будет скучно. Но тоже, учитывая просто их возрастные особенности, рассказывайте им про свою жизнь, личную жизнь Богом. Что происходит у вас? Делитесь каждый раз с ними. А как это у вас? А как вы когда помолились? А как вы когда Бог ответил? А как вы молитесь? А как вы Его слышите? А боитесь ли? А какие у вас бываются? Говорите им об этом. Потому что через это они учатся понимать Бога, через это они видят живого Бога. И рассказывайте им там так же, когда молитва, про свои свидетельства, когда вас Бог исцелял. Или, например, вы что-то с ними помолились, не забудьте рассказать в следующий раз, что Бог сделал для вас. Вот мы с вами молились, даже если вы с другими молились, мы с вами молились, и Бог вот сделал вот это, вот это. И мы были как-то на конференции, там рассказывала, она уже детский служитель с огромным опытом, огромным там много лет, и она рассказывала свою историю, когда она ходила в детское служение. Она говорит, я просто приходила в свою комнату, и я плакала от того, что я хотела иметь такие же отношения, как мой наставник в служении, но я не знала так Бога. Говорит, мне тогда было 10 лет, и я не понимала, что, ну как она так его знает. Это заражало ее. И мне кажется, это так важно, чтобы мы были такими, такими, кто рядом, кто может вот настолько детей, они смотрели и хотели бы быть такими, иметь такие отношения с Богом. Не то, что такими, как мы, а иметь такие отношения, такую глубину. И поделка. Часть поделка. Знаете, часто у нас это поделка в конце, и я знаю сама по себе, ты уже устаешь и думаешь, раздам сейчас листочки, части, приклеим, подпишем, отлично, все молодцы. Но это такое классное время, когда мы можем просто рассредоточиться, там у нас столы, мы ставим их, сесть между ними, разговаривать с ними, опять же спрашивать с ними. Они в этот момент, им классно, они расслабляются, потому что они рисуют, они готовы разговаривать, молиться за них. Это тоже классное такое время, когда мы можем служить им, когда мы можем общаться и лично, и глубже. Когда мы провожаем ребенка, обычно мы уже, этот самый пик радости для нас, закончил служение, мы провожаем, все, ребята, счастливы, мы даже уже забываем что-то им сказать. Но это такое тоже важное время, когда мы можем благословить всю их неделю, когда мы можем сказать, что я буду молиться за тебя, не просто сказать, а реально сказать, может быть, ты хочешь что-то, я эту всю неделю буду думать о тебе, я буду вспоминать, я буду молиться Богу, благословлять, может быть, в конце собрания делать молитву благословения, когда мы молимся о том, чтобы Господь благословил, презрил светлым лицом своим. Молиться заканчивать так в собрании, но отпускать детей также с молитвой, отпускать с этим благословением. Сказать это доброе слово, когда они уходят. Не просто ты забыл свою поделку, кофта твоя, но сказать другое. И я знаю, что, знаете, я говорю это и вам, и говорю это себе. Не получается каждый раз от начала до конца сохранить это. Потому что мы тоже приходим в разном состоянии. Мы тоже устаем, особенно когда служим первое, второе, третье собрание. Но при этом я верю, что это не от нас, а это от Бога и от Духа Святого. И когда мы просто перед Ним говорим, что я сейчас не могу, но мне нужно показать Тебя, Иисус. Мне нужно привести к Тебе. Вот возьми и сделай что-то. И у меня, знаете, тоже была такая история. У нас есть в нашем служении был мальчик, Давид. И он с детства с нами был. И я всегда... А он такой самый, ну, то есть, активный, самый... Если кто это сделал, то это Давид. Первый, кто там на собрании, он еще такой горячий. Наташа, там на все вопросы, ответы у него все есть. И я всегда ему просто говорила, Давид, у тебя сильное и смелое сердце. Вот я где бы его не увидела, я просто его останавливала. И я всегда это просто провозглашала в его жизнь. И я реально... Для меня я видела таким его сердце. И вижу сейчас такое его сердце. Я всегда ему просто вот... Он говорит, да, нет, ты не знаешь меня. Я такой... Я говорю, нет, Давид, твое сердце самое красивое. Ты смелый, ты добрый. И знаете, сейчас прошло какое-то время, его там не было, ему сейчас, не знаю, 14 или 15 уже. Он вернулся, И он эту историю мне вспомнил. И он просто мне говорит, а я помню. И знаете, для меня это настолько было... Я даже забыла на какой-то момент, ну как бы, потому что он уже давно не в детском. И я понимаю, что это слово, оно было настолько для него важным. И оно настолько, ну как бы, может быть, показывало Бога просто через мое отношение к Нему, через эти слова. И это меняло его тоже. Поэтому не думайте, что какое-то слово или какое-то маленькое действие, оно не будет служить. Оно будет служить. И я, конечно, сказала лишь, может быть, какие-то маленькие части того, что мы можем использовать, что мы можем делать в ходе собрания. Но опять же говорю, это мой опыт. И это мои просто личные отношения с Богом из-за того, что вот мне приходили какие-то там идеи, я это использовала. Но это все придет из наших личных отношений. Опять же, возвращаясь к тому, что если мы постоянно будем его искать и спрашивать, это не придет просто из какого-то опыта. Опыт из опыта придет в том, чтобы молитву не затянуть на 15 минут, а на минуту. Из опыта придет, что детей нужно, например, молитву провести не после активной игры, резко их посадить на колени и сказать, сейчас мы молимся, они еще просто не отошли от игры. Опыт вот в этом поможет, знать какие-то вещи, когда это делать вовремя и не вовремя, и насколько, в какой форме это делать. Но все равно как и глубина, это придет только из сердца Бога. Вот поэтому я хочу закончить молитвой, помолиться за каждого из нас, помолиться за себя и за наше служение, и просто лично нас, чтобы мы знали сердце Бога. И я верю, что мы нашим служением увидим реально плоды, увидим, как дети, они по-настоящему будут знать живого Бога. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что Ты есть в нашей жизни. Спасибо Тебе за то, что мы можем знать Тебя живого. Боже, что мы не просто знаем какую-то религию, законы, истории о Тебе, Господь, что мы знаем Тебя настоящего, Господь. Мы знаем Твой голос, мы знаем Твою любовь, Господь. Мы знаем Твой характер, Господь. Но, Боже, я знаю, что мы можем еще больше знать Тебя, Господь. Я знаю, что это недостаточно, Господь. Что каждый день всей нашей жизни, Господь, мы можем узнавать Тебя нового, Господь. Мы можем узнавать Тебя глубже. И я молюсь о том, чтобы Господь Ты помогал нам оставлять все, что нам мешает, Господь. То, что нас отвлекает, то, что занимает Твое место, Господь. И чтобы знать Тебя, чтобы приходить к Тебе, чтобы оставлять все ненужное, Господь. Боже, приближай нас к Тебе, Господь. Я верю, что через эту близость, Господь, мы поможем еще больше знать детям Тебя, Господь. Я верю, что через эту близость, Господь, мы вместе с детьми, мы будем видеть Тебя живо в нашем служении каждый раз, Господь. Я верю, что дары Духа Святого, они будут просто служить через нас, Господь, детям. Я верю, что мы будем видеть чудеса на нашем служении, Господь. Я верю, что дети, они будут молиться друг за друга, Господь. Я верю, что они будут молиться и видеть чудеса, Господь, в своей жизни. Я верю, что они будут знать, что Ты их Господь, Ты их Спаситель Иисус. Лично знать Тебя, Господь, Знай Твой голос. Я верю, что, Господь, они не просто будут знать историю о Тебе. Я верю, что они будут знать Тебя, Господь. И я молюсь о том, чтобы наше служение, оно было не о Тебе, Господь. Не просто о Тебе. Оно было к Тебе, Господь. Оно было к Твоему сердцу. Я благословляю каждого, благословляю каждого служителя, каждую команду, Господь. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И я тогда приглашаю Владимира, наш служитель, лидер детского служения Спасибо, Наташа, спасибо, дорогие друзья И как мы с вами детские служители, и мы так хорошо послушали Наташу Я предлагаю вам с вами поиграть, попрошу вас встать Это небольшая игра, такая, можно сказать, игра-разминка Покажите мне правую руку Правый указательный палец Давайте поиграем в игру нос-нос Давайте, нос-нос-нос И когда я вам буду говорить еще какое-то дополнительное, вы будете указывать, где это находится Например, нос-нос-нос-потолок Нос-нос-нос-пол Все, да, вы должны теперь внимательно за мной следить Ну, я буду говорить слова, и вы должны указывать Я могу вас путать Нос-нос-нос-потолок Нос-нос-глаз Нос-нос-нос-живот Так, давайте еще раз нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос, ухо, нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос-нос